Валерия Королёва Нина Лемешко Здравствуйте Это человек, который знает о спорте всё Фитнес-тренер Александра Николаева Здравствуйте И человек, который испытал все прелести похудения на себе Что называется на своей шкуре Это тверской блогер Дарина Саганова Добрый день Итак, Дарина, я думаю, что логично начать с вас Вы человек, который прошли этот путь, эту борьбу На всю жизнь борьба На всю жизнь Итак, давайте начнём с того С чего, в принципе, началось ваше похудение Почему вы решили начать худеть? О похудении я задумалась после того, как у меня родился ребёнок Ну, решила уже конкретно попробовать Раз и навсегда Потому что до этого какие-то попытки были Но это были жёсткие диеты Эндокринологи Ну, то есть, постоянно искали причину Не могли понять Какие-то диеты мне прописывали Везде, ну, в основном был голод То есть, ну, очень сильное ограничение И непонятно, почему ты не можешь это есть Вот это ты должен есть А почему тебе нельзя это и так далее Вот Муж тоже у меня имел лишний вес То есть, мы с ним вдвоём весили по 130 килограмм Мы решили, что мы не хотим быть такими родителями Хотим всё-таки, чтобы, блин, на 1 сентября мы пошли Мы чувствовали себя комфортно Наш ребёнок нами гордился И вот, ну, хотелось быть подвижными родителями Всё-таки молодые Нам тогда было по 24 года, 25 А выглядели мы, конечно, намного старше Учитывая вот этот вес У нас очень старел А можно ещё такой вопрос? А у вас проблемы с лишним весом всегда были? Или они как-то вот после родов, да? Как обычно у женщин? Нет, я поправляться начала Значит, у меня развелись родители Большую опеку на меня взяла бабушка Она видела голодные времена В общепите работала Она постоянно меня закармливала То есть, прям вот такие порции большие Она мне накладывала Папа всегда говорил, куда ты ей столько И я уже в тому времени такой Ну, у меня было лет 7 Я уже под 40 весила такая Была пухляш прям И я обижаться начинала Я обижалась Естественно, вы дразнили? Конечно Я, значит, бросала ложку, убегала А потом, когда она говорит Ну, ладно, чего ты? Пойдём поешь И я, естественно, вот это вот У меня эмоции, вот эти все Я начинала их съедать Я просто съедала, наверное, вообще очень много То есть, дошло до того Что к 17 годам у меня появилась такая вещь Как компульсивное переедание То есть, я уже осознанно переедала Я получала от этого удовольствие Я вот не могла без этого Это такая прямо затягивает вещь очень На самом деле Надо быть осторожной А ваше похудение началось с чего? С диеты, со спорта? С чего вообще? К тому времени появилась такая аббревиатура Наверное, правильное питание Это был 2015 год Как раз появилась эта тема Я вот на неё лично наткнулась Увидела очень других каких-то блогеров Инстаграм, которые худели Я поняла, что чем хуже я, чем они Я стала рыть интернет Потому что я думаю Ну, если они смогли, то и я смогу И вот Разбираться, что такое правильное питание Поначалу, конечно, всё было достаточно очень жёстко Это никакого сладкого Никакого алкоголя Никакого мочного Только сложные углеводы Там зелень Мясо Всё пареное В основном варёное То есть, ну, такое было Даже соль я исключила Заправляла всё соевым соусом То есть, прям У меня были очень сильные ограничения Месяца два-три И сахар тоже я вообще не мёд, ничего Но к ним же привыкаешь Привыкаешь У меня, вот, сидев два месяца без сахара Ну, хлеба У меня, конечно, вкусовые предпочтения вообще изменились Я стала намного ощущать вкус еды Чипсы я потом купила Вот мне было ради интереса Мне даже было вот как-то вот ровно на них И я их попробовала Они показались такой гадостью То есть, даже непонятный вкус Это, ну, не было у этого вкуса То есть, вообще, аппетит стал намного лучше Ты стала, ну, разбираешься, когда ты действительно голоден Не вот эти вот эмоции Когда ты хочешь что-то сладенького Чего-то вот такого А прямо конкретно ты знаешь Я хочу есть Янина, вы как медик С чего всё-таки лучше начинать похудение? С диеты, со спорта, обследование пройти? Что нужно первым делом сделать? С визита к врачу Потому что, на самом деле Если мы говорим о снижении веса Особенно о достаточно серьёзном Вот как в случае Дарины То без обследования В общем-то, начинать давать какие-то рекомендации Это, ну, скажем так Не очень здраво, не очень правильно Потому что, действительно, есть ситуации Когда человек просто переедает Да, вот он просто переедает И из-за этого у него есть проблемы Вот, но бывают ситуации Когда действительно Есть определённые проблемы со здоровьем И решая вот эти проблемы со здоровьем Мы решаем проблему лишнего веса И зачастую, скажем, когда приходят пациенты ко мне Они приходят ко мне за снижением веса А мы начинаем решать совершенно другие проблемы Потому что, обследовавшись Мы выясняем, что есть Гипофункция щитовидной железы Которая приводит к набору веса Есть инсулинорезистентность Которая приводит к набору веса И компенсируя вот эти состояния Мы можем добиться Очень серьёзного снижения веса Таким вот естественным путём Лечением Лечением едой Лечением едой именно Потому что всё равно здесь Основная ситуация заключается в том Что наша еда становится нашим лекарством А лекарства или добавки Они уже идут как в помощь Более рациональному питанию Александра, спорт эффективен при похудении? И какое именно? Я хочу с чего начать Да, я абсолютно согласна Что есть процент людей У которых лишний вес Он связан со здоровьем Я являюсь не только тренером Но и директором спортивного комплекса Соответственно, это уже 6 лет Я наблюдаю много гостей Из 100%, ну 5% Имеют действительно Какие-то серьёзные показания со здоровьем Которые не дают возможности похудеть В основном остальная Масса людей, которые худеют Они просто кушают неправильно То есть проблема у них в том Что вот это быстрое питание Сладости И как бы вот результат налицо Но люди, когда начинают заниматься У тех, у которых нет таких проблем У них результат уже виден на третьем месяце То есть спорт, конечно, делает своё дело Ну и соответственно, мы тоже работаем Не только спортом, но и питанием Поэтому результаты у людей очень хорошие А с чего обычно начинают Свою спортивную жизнь? Это с тренажёра, бег, упражнения Какие-либо, пилатес С чего? В комплексе Начинаем в комплексе Опять же, тут зависит всё от того Какой человек пришёл С каким лишним весом Если там 10 килограмм Это одна нагрузка Если это 20 килограмм То это другая нагрузка А если там 50 килограмм То это вообще совершенно третья То есть тут настолько всё индивидуально Нельзя всех вот Под одну гребёнку Да, да, да То есть нагрузка, она будет рассчитываться Изначального веса Понятное дело, что полного человека Его совсем излишним весом Когда его очень много Его не поставишь на какой-либо тренажёр То есть тут изначально Ну, вы знаете, тут индивидуальный подход Вот у меня мальчик есть 120 килограмм 21 год Но у него проблема Не только в еде У него ещё проблема в голове Да, это тоже есть проблема Тут нужно работать и психологу И спорту И диетологу Если мы говорим о таких Это единичные случаи Да, то здесь совершенно другой подход к человеку Если это меньше вес Ну, девушка там себя немного запустила Да, какие-то булки, плюшки По вечерам Стресс Опять же, все Все вот Проблемы лишнего веса Они идут от какого-то стресса То есть никто просто так От хорошей жизни Не заедает шоколадки по ночам Да, то есть Если просмотреть Корень проблемы То очень быстро можно выстроить И вес вернуть Дарина Вы за собой замечали Такие проблемы Да, заедание Стрессом Ну да Конечно Если с родителями Бабушка воспитывала Это уже стресс для ребёнка Общество потом Когда, конечно, я уже Бабушка Ладно Родные есть родные Тут же В нашем обществе Нет толерантного отношения К людям с лишним весом Конечно, в школу, когда я пришла Я столкнулась с агрессией с детскими Пришлось есть уже Я в школе стеснялась есть Потому что куда ты ешь Куда тебе ездить Посмотри на себя Я приходила домой И съедала целого слона Потому что я весь день была голодная И в итоге весь свой рацион Ещё и плюсом Активности никакой не было Я никуда не ходила То есть вообще у меня комплексов было Вот выше крыши Я стеснялась всего То есть я хотела Такая закрытая, как ёжик Ета это удовольствие Удовольствие заменяем Ну тут важно понимать Что на самом деле Пища, она выполняет множество функций И вот эту вот функцию Приносить удовольствие У неё нельзя отнимать Ну конечно То есть очень часто В чём кроется проблема Того, что люди начинают снижать вес А потом бросают это Не могут дальше Потому что они вводят Очень серьёзные ограничения Их еда им не нравится Еда не приносит удовольствие Это вот важная функция Да, у нас выключается Соответственно мы имеем то, что имеем Срывы, откаты и по новой Ну что ж, сейчас мы прервёмся На короткую рекламу После продолжим наш диалог Мы продолжаем наш разговор Тема дня сегодня Это правильное и самое главное Безопасное похудение Мы с гостями в студии Перед рекламой обсуждали Вопросы снижения веса С чего лучше начать Со спорта или с диеты Пришли к выводу Что всё должно быть в совокупности Итак, Дарина Вы у нас сегодня гость программы Насколько вы похудели? Давайте продолжим разговор Муж на 50, я на 60 Программ А изначально Если не секрет Ваш максимальный вес какой был? 130 Это очень много Ну да, прилично Как шёл вообще процесс сбора веса? Сброса веса? Прекрасно Тут очень При этом я не голодала Вот когда я вот всё это Брокколи, цветная капуста Всё вот, ну Отварное Ну вот такое Морепродукты стала больше употреблять Там жир исключила животных Больше растительный Ну вот Прям вот я прям Всё как-то чётко у меня было Чисто и чётко Первый месяц ушло 8 килограмм Ну понятно, что Отёки у всех они есть Лишняя вода и так далее Второй месяц где-то ушло около 6 Потом стабильно 3-4 килограмма У меня уходили Было такое Была такая вещь уже дальше Как плата Когда вес стоит Ну я грешу на то Что, конечно, я не доедала калории Плюс у меня была физическая активность Я очень много ходила И в выходные я просто Как сейчас модно это называть Четмил делала Просто Один из прямых пищей Был более калорийный Я могла себе позволить Уже тогда и фастфуд Ну и что угодно Ну за этим Ну чтобы поесть фастфуд Я проходила 6 километров Прогулка у меня была Что называется, отработала Да, я покупала Но уже не так, конечно, ела Потому что я сократила себе желудок Это не как раньше Целый поднос У тебя картошка фри Газировка Ну какой-нибудь твистер Без соуса Я могла, к примеру, взять Поесть спокойно Со мной у меня всегда была вода Бутылка воды И обратно Также пешком прогуляться Есть ли секрет Ваш вес Как на сегодняшний день Держится? Ну, в последнее время У меня просто две операции прошло И поэтому, конечно, с наркозом Тяжело удержать после наркоза Ну, сейчас валируется Вот, ну, 3-4 килограмма Туда-сюда То есть, ну, конечно, я уже Не держу тот минимум, который был Это было очень сложно удержать Потому что я очень халтурно Последние Вот с 72 килограмм до 64 Я скидывала очень халтурно Я, наверное, ела Очень мало калорий Я не буду говорить, ну, прям вообще У меня уже появилась какая-то Одержимость вот тем, что я хочу Видеть себя очень худо Я вот хочу этого Хочу эту цифру 60 Хочу цифру 50 Не понимая того, что мой рост метр 80 И как бы я не могу Это просто опасно Это, да, весить 50 Но это практически состояние такое Аналексичное Это не то, что некрасиво Это не здорово смотрится Вот, мне нужна была эта цифра Я побыла, потом я уже 70 была А сейчас я вот 74-75 Мне, как бы, в принципе, комфортно Но вот 70-75 Это такой вот мой вес Ну, как бы, и внутренне комфортно И внешне Ну, как бы, по всему Янина, с чего начать? Да, что первое? Исключите своего рациона Начиная худеть Ну, есть два таких вот Очень показательных продукта Исключая которые Мы можем сразу рассчитывать На снижение веса И, причем, именно за счет жира Это сахар и пшеничная мука Вот эти два компонента питания Они действительно приводят к тому Что, во-первых, человек переедает Потому что все, что содержит сахар Это всегда добавляет огромное количество калорий И это ухудшение состояния кишечника То есть я в программах снижения веса Практически всегда рекомендую Убирать пшеничную муку Потому что современная пшеничная мука Работает так, что наш кишечник Перестает работать оптимально А если нет оптимального усвоения Питательных веществ Если есть какой-то дискомфорт Есть проблемы с кишечной микрофлорой То, соответственно, говорить Вот именно о красивом снижении веса Когда мы не теряем мышцы Когда тело остается упругим Тут не приходится То есть вот когда меня спрашивают Так вот экспресс Что нужно делать, чтобы похудеть? Убрать пшеничную муку и сахар Вот, для начала Александра, а при большом весе Что точно не нужно в спортзале делать? Что точно не нужно делать? Ну, при большом весе Смотрите, что вы имеете в виду? Я вот люблю всегда подытожить Большой вес для вас что? Больше 100 Давайте будем все-таки какие-то цифры называть Потому что нас смотрят, может быть, люди Кто готов побежать в спортзал И считать, что у него большой вес Поэтому если это человек, у которого 100 килограмм 120-130 Ему, конечно, нужно идти к врачу Для начала Обследовать свое здоровье Придя в спортивный комплекс В любой Ему вообще нужно начинать потихонечку И вообще С эллипса ему нельзя дорожку Ему нельзя большие веса Потому что он просто травмирует Свои колени Позвоночник Ну, то есть это Опять же нужно приходить Брать персонального тренера Я не рекомендую заниматься самостоятельно Потому что, ну, кто на что учился Да, все-таки не просто так Вот То есть составлять индивидуально какую-то программу И наблюдать, вести человека Это то, что нельзя Есть очень много чего можно Да, но это опять индивидуально Если мы говорим Человек пришел там 80 килограмм И у него нормальное состояние здоровья То можно вводить и силовые тренировки И кардио добавлять Но это все вместе все равно нужно делать Это результат пойдет быстрее То есть тренировка у такого человека Занимает, ну, полтора час сорок В зале И, соответственно, еще у него есть домашние задания Домашние задания Ну, вот у моих клиентов они точно есть Где у меня есть чат Где у меня есть видеоотчет Потому что, если человек хочет результат Он должен работать не два-три раза Правда? А каждый день Каждый день И плюс еще Желательно, чтобы человек присылал фотоотчет еды Тогда результат идет просто вот Сказочно А занимаясь спортом Какие продукты желательно не употреблять, да? Занимаясь спортом Тут какие нежелательно Ну, животные жиры нежелательно употреблять Сахар Я вот тут согласна полностью Понимаете, сейчас продукты Совсем другого качества Ну, вот они пластмассовые Да? Вот они пластмассовые Сахар уже не тот Качество продуктов, оно год от года Все хуже и хуже И хуже, да Поэтому, понимаете, какие продукты Ну, сложно сказать Сложно сказать Ну, вот здесь я с Александрой Не соглашусь насчет животных жиров Потому что тут важно понимать Что мы должны поддерживать гормональную функцию Независимо от цели человека Будь то снижение веса Будь то поддержание хорошей физической формы Дело в том, что именно животные жиры Являются источником холестерина Что такое холестерин? Это субстрат для образования гормонов И исключая полностью животные жиры Мы можем очень серьезно повредить Нашей гормональной системе То есть тот же самый тестостерон Который обеспечивает рост мышц Он будет снижаться Соответственно, рассчитывать На серьезное, так скажем Улучшение качества тела Нам не приходится То есть здесь я, наверное, была бы Поосторожнее с формулировками Знаете, я имею в виду Что их нужно вести на период Когда хочется сбросить вес То есть мы исключаем мороженое Мы исключаем сметану То есть это те продукты Которые, ну, они не дадут быстрого результата Привести фигуру в порядок А, например, кефир все любят при похудении? Пожалуйста Пожалуйста, я не против кефира Есть люди, кто не может Там, допустим, без молочных продуктов Да, по здоровью Таких людей много Поэтому кефир однопроцентный, пожалуйста Творог То есть это позволяется при тренировках При физической нагрузке Самое главное — это пищевой мусор Его не должно быть ни у кого А что это, например, такое? Ну, к пищевому мусору я отношу любые продукты Содержащие трансжиры То есть что такое трансжиры? Это как раз вот жиры Прошедшие такую вот промышленную переработку И обладающие вот таким определенным Негативным влиянием на организм То есть я не против, например, того же самого бургера Но если это бургер сделан из качественного мяса Со свежими овощами Не с майонезом, да А, скажем, там с домашним майонезом На основе оливкового масла Готовьте сами Вот смотрите, можно готовить дома Самостоятельно там Ту же там шаварму, не знаю, приготовить Альтернативную Курочку там пожарили, овощи загрузили Лаваш тоненький купили Ну, там минимум калорий И на обед скушали Самостоятельно приготовили То, что у нас продается в магазинах И вот, ну, не будем, да, называть название Это нельзя есть Это, в принципе, любому человеку нельзя есть Венина, а эффективно ли то самое вот дробное питание Да, сейчас о нем все часто говорят Дробное питание Что оно вообще подразумевает под собой И есть ли в нем смысл? Скажу сразу, что я не сторонник дробного питания Более того, я очень часто вижу Как дробное питание приводит к очень серьезным изменениям Негативным изменениям в здоровье Таким, как повышение уровня инсулина И прибавка в весе Вот, то есть дробное питание показано Определенным категориям граждан Это пациенты с заболеваниями ЖКТ В стадии обострения Это люди с дефицитом веса Это дети Вот, это три группы людей, да, которые Вот, действительно нуждаются в этом Всем остальным чаще всего Дробное питание, оно не очень нужно Не очень показано И я все-таки рекомендую ориентироваться На трех-четырехразовое питание А как насчет того, что нельзя кушать после шести? Ну, если вы ложитесь в девять То да, после шести, наверное, не стоит Опять же, мы смотрим по режиму То есть, если вот человек ложится в десять В одиннадцать, двенадцать Ну, я рекомендую за три-четыре часа до сна Чтобы был последний прием пищи Вот, конечно, яблочко на ночь Это худшая рекомендация Которую можно дать любому Худеет он или не худеет А, Дарина, вот оглядываясь назад, да Вы все-таки Какую вот причину назовете, да Что вы не могли похудеть раньше, да Вы же все равно пытались это сделать Ну, конечно, не было понятия Такого правильного питания У моей бабушки правильное питание Это было пюре с утра с курицей Компот Плюшка сверху на компот Потом еще чай с пятью конфетками То есть, питания не было вообще Что такое правильное питание, я не понимала В моем понятии это, правда, было пюре Какой-нибудь гуляш, там, макароны Первое, второе Да, компот и хлеб еще сверху И булочку тебе дадут Ну, то есть, вот так вот Не было понятия И даже надо есть обязательно Ты должен есть и первое И, ну, как бы, завтракать ты должен обязательно Обязательно у тебя обед должен быть И вот ужин такой Еще перекусы у тебя должны быть Обязательно должны быть То есть, ну, бабушка всегда боялась Что я буду голодной, останусь Переживала А сколько у вас вообще времени ушло, да Чтобы скинуть 60 килограмм? Десять месяцев у нас ушло очень быстро Десять месяцев И все Потом четыре года я удерживала Потом у меня пошло Поехала уже Такая более интересная жизнь Тут немножко расслабилась И пошли, конечно, стрессы у меня очень сильные Потом и операции у меня пошли Уже пластические по удалению кожи Тоже с не очень хорошими последствиями Я такой прям долго депрессией была Вот Что мне, конечно, тоже дало такой толчок То, что я немножечко вес у меня скаканул Янина, как вот вы можете прокомментировать Да, смотрите То есть, 10 месяцев это 60 килограмм Это же больше? Да Это действительно очень высокий темп И с точки зрения диетологии С точки зрения физиологии Это, конечно, нежелательно Потому что действительно Наш организм воспринимает снижение веса Как стресс И если у человека он уходит действительно Очень-очень быстро То органы кожи Они просто не успевают Адаптироваться к новым параметрам Ну там и физически никак Всего есть, конечно Да, поэтому Конечно, я не рекомендую Вот своим пациентам Очень быстро снижать вес Если я вижу, что у них вес уходит быстро То я рекомендую Чтобы это все-таки Может быть, побольше было белка в рационе Может быть, ввести какие-то Там дополнительные калории Вот И обычно это все-таки Где-то от полутора До трех килограммов в месяц Это нормальный темп Это независимо от исходного веса, да? Не, ну, конечно Если там лишних всего пять То и полкило уже будет успехом Вот Ну, в случае, если это большой вес изначально То от полутора до трех килограммов Это безопасно Александра, а можно как-то Своей кожей, да? Подкорректировать То, что, естественно, она висит Ой, ну, смотрите Какая ситуация 130 килограмм Ну, все же мы разумные люди, да? Там вот Вот что бы ты ни делал Ты не подкорректируешь кожу Мышцы, да? Поэтому Ну, на мой взгляд Результат шикарный За 10 месяцев 60, да? 60, получается? Да Ну, это здорово Там уже изначально Даже вот в первый день Если бы вы ко мне попали Я бы сразу сказала Что без хирурга Не обойтись Ну, это правда жизни Поэтому То, что так хорошо уходило На каких-то вот таких Мотивациях, да? Хочу быстрей Ну, для меня это здорово Заслуживает уважения Ну, жалко, что там Получилось вот так С процедурами Ну, так, да, классно По поводу того Что так быстро уходит вес Но если Люди занимаются Там у них Лишних 20 килограмм Он никогда в жизни Так просто быстро не уйдет Вот Тренировками, питанием Он не уйдет Люди иногда Сбрасывают действительно Полкило килограмм И для них это праздник С чем это связано? Веса много Чем больше веса Тем легче он уходит Чем его меньше Тем, конечно, нам сложнее Вот мне, чтобы сбросить Там 500 грамм Знаете, как мне нужно стараться? Очень сильно Очень сильно Дарина У вас Что называется Плоды вот этого похудения Это висящая кожа Ну, если вот откровенно Вы как-то еще пытались Подкорректировать Или это только Исключительно хирургически? Ну, блин Многие боятся Обвешивших груди После родов Женщины боятся Но это физиологически Как бы заложено Потому что Если маленькая грудь Понятно, что она будет На том же месте, где есть Когда у тебя Восьмой размер Седьмой Он не будет никогда Красивым Как бы Стоячую грудь Это будет где-то На уровне пупка Естественно, когда ты худеешь У тебя остаются Какие-то тряпочки от груди Уже ее нет Потому что Жировая прослойка Она уходит Также животом Уже в натянутом состоянии Вот такое Пузо было То есть Жир ушел Кожа осталась Но она немножко Понимаешь, она не такая Как вот Она подсократилась Но она Ты наклонилась Ты ее можешь оттянуть Но это никуда не денется То есть Единственная выходка Это либо принять И с этим жить В принципе, я себя и так принимала То есть у меня Как 50 на 50 Если мне выпадет случай Что мне сделают операцию Хорошо Нет Я буду так же себя любить И так же дальше жить Это никак не влияет Ни на мою самооценку Ни на отношения с мужем Обществом То есть никак К этому надо быть готовым Если вы много наели Будьте готовы К тому, что У вас что-то Но это не страшно Это не смертельно В любом случае Лучше быть доволен Ты влезаешь в вещи Которые ты хочешь Чувствуешь себя налегке Твоё сердце Идёт нагрузки Такой Это как бы уже косметическая Вещь Которую Можно скрыть одеждой Чем-то Лишние килограммы Практически невозможно Скрыть одеждой Никак Ты надеваешь Балахон на себя И выглядишь Ты очень странно Если ты думаешь Что ты стал тоньше Можно мне сказать Пока Дарина говорила Я сейчас подумала Вот хочется обратиться К родителям К родителям Потому что я наблюдаю Как родители сидят Кушают гамбургеры И рядом сидят дети Уже с ожирением Не знаю В какой стадии И вот хочется обратиться На историю Дарины Чтобы родители задумались Потому что ребёнок Он ещё не понимает Что будет И какие проблемы Потом возникнут Даже когда он похудеет Чтобы родители Как-то начали следить за питанием За своим Своим примером показывали Я вот каждый раз это говорю Мне прям просто жалко Я смотрю на нынешнее поколение детей И мне становится страшно Вот поверьте Мне просто становится страшно У них уже ожирение В 9-10 лет И они ещё гамбургер едят Культура питания Она практически отсутствует Как таковая В нашем обществе И скажем так Даже обращаться К таким родителям В общем-то это достаточно Несмысленно Потому что если они изначально Сами не знают На что обратить внимание Как откорректировать Свой рацион И вообще зачем это нужно Не хотят может быть Не то что не знают Настолько сейчас мы живём В том веке Где это всё доступно Вся эта информация Такие вот истории Если раньше мы этого не видели То сейчас очень много программ Когда действительно Ожирение доходит до того Что люди просто умирают Либо операции Сложные осложнения Не могут выйти из дома Не надо просто Допускать такого Ну вот Можно же На корню Там как-то Остановить Многие говорят Денег нет Что питаться правильно Дорого Неправда Это действительно неправда Это такое заблуждение Которое оправдывает Наверное Лень и нежелание Что-либо делать Удобно так говорить Да Удобно так говорить Это неправда Можно питаться Мне кажется Даже дешевле Нежели вот Гамбургеры Кока-кола И так далее Если сравнить сцены Если можно Я расскажу Один такой случай У меня была пациентка Которая Пришла ко мне После того Как я составила рацион Дала все рекомендации На повторный приём И она говорит Вы знаете Я не буду придерживаться Ваших рекомендаций Потому что это дорого Я говорю Окей Вы считаете Что это дорого Но давайте разберёмся Вот вы пришли ко мне И сообщили Что в день Вы съедаете 500 граммов конфет шоколадных По 1000 рублей за килограмм То есть в день Вы пустых калорий съедали На 500 рублей И вы хотите сказать Что то Что я вам рекомендую На весь день Стоит дороже 500 рублей Я говорю Это неправда Это неправда И вы сами это понимаете Ну конечно Я не нашлось Что ответить На моё возражение Но это действительно Очень часто Является просто Вот таким вот Удобной отмазкой Для того Чтобы ничего не делать Конфетки раз Разворачивать Дотреской А тут надо приготовить Что-то сходить Усилие приложить Усилие приложить У нас продукты Есть заменяемые То есть кто-то думает Кто-то может есть индейку Кто-то может позволить себе курицу То есть Всегда есть выбор у человека Да Инина А много ли всё-таки Детей и подростков Да С таким серьёзным ожирением К сожалению Сейчас действительно Очень много И тут много причин Первое Это естественно То, что Огромное количество продуктов Содержащих сахар И эти продукты доступны Я вам больше скажу 80% продуктов В магазине Содержат добавленный сахар И второе Это вот Отсутствие культуры питания В семье Когда действительно Ребёнок не знает На что ориентироваться Дети не умеют Есть овощи Дети не умеют Есть просто мясо Или просто рыбу Они уже привыкли Ко вкусу искусственной еды Они привыкли Ко вкусу Глутамата натрия Они привыкли Вот к тому Что это должны быть Какие-то вот Специальные вкусы Тогда им это будет нравиться Вот Действительно Сейчас очень много Пациентов Таких вот Очень молодых 18-летних К которым Я устанавливаю Диагноз Сахарного диабета Хотя Ещё 20 лет назад Это было нонсенсом Считалось Что сахарный диабет Второго типа Это болезнь пожилых Это болезнь заката жизни Нас учили так На кафедре эндокринологии Сейчас Огромное количество детей С сахарным диабетом Второго типа Приобретённого Которое является Болезнью потребления Это исключительно Избыток сахара В рационе Вот кто бы что Не говорил Наследственность Здесь ни при чём Можно иметь Идеальную наследственность И быть сахарным диабетом Второго типа В любом возрасте А можно иметь Очень плохую наследственность Но если ты знаешь О том Что у тебя есть Предрасположенность К лишнему весу Предрасположенность К сахарному диабету И ты задумываешься Об этом Вовремя Ты имеешь все шансы Быть абсолютно здоровым Счастливым И стройным Янина Многие Многие говорят Замедляет метаболизм Да, действительно Да, действительно Такое есть Обмен веществ Обмен веществ Еще один момент В виде вот этого Реверсивного Своё тело Но, к сожалению В худшую сторону Александра Вот ваш комментарий Хотелось бы услышать Я очень часто Знаете, наблюдаю людей Которые приходят И говорят Я вот не поем Не поем Там на диетке Посижу И буду выглядеть Шикарно Мы наблюдаем Да, выглядит шикарно Похудели Килограмм на пять Потом они приходят Плюс пятнадцать Плюс десять И Ну, нет волшебной таблетки Нет волшебной палочки Поймите уже Наконец-то Не нужно садиться Ни на какие диеты Нужно научиться Один раз питаться правильно И с этим И идти по жизни Всё Тут Ну, нет Вот так Ну, не бывает чудес Не бывает чудес То есть Я не встречала таких Давайте подытожим Я не встречала людей Которые Смогли похудеть И удержать свой вес На каких-то таких Жестких диетах Это нужно менять Стиль жизни Конечно Образ жизни Образ жизни Да Абсолютно точно И, например Когда я спрашиваю Своих упитанных пациентов Вот О чём вы думаете Когда видите Стройного человека Вот Что первое Приходит вам на ум И Большинство ответов Сводится к тому Что это повезло Генетика Или ещё что-то И тогда вот я говорю А вот вы задумаетесь Просто над тем Что Сколько трудово Вот если вы видите Там скажем Строенную 18-летнюю девушку Да Это скорее всего Будет повезло И генетика А если это Например Уже 28 38 Или больше То вы должны Отдавать себе Отчёт Что это Серьёзная Ежедневная Работа А не повезло И если вы готовы К этой работе Вы включаетесь в неё И вы будете иметь Такой результат Рано или поздно Вот перед нами Дарина Она Все могут Это Ответственность Называется Ответственность Если вы к этому Не готовы Соответственно Вот начинаются Поиски волшебных таблеток Волшебных диет И разочарования Реклама Очень хорошо работает И люди Очень хотят Сидеть на диване Ничего не делать И быть стройными Александра Вы Часто наблюдаете За худеющими В том числе Кто всё-таки Быстрее худеет Мужчина или женщина Тут нет такого Кто быстрее худеет Мужчина или женщина Кто подходит Ответственно Ответственно К этому процессу У того и результат Налицо А сам по себе Организм Енина Мужской Женский Он же Одинаково Всё-таки Реагирует На диеты Процесс Ну вот Здесь Моё личное наблюдение Всё-таки Показывает Что Мужчинам похудеть Проще Во-первых У мужчин Изначально Более высокий Метаболизм То есть У них основной Обмен Гораздо выше Чем у женщин Во-вторых Они Не имеют Вот этих Гормональных Изменений Которые Преследуют Женщину На протяжении Всей жизни Это и В течение Месяца И в течение Жизни То есть Скажем Моя практика Показывает Что мужчины Они всё-таки Быстрее сбрасывают Вес Но У женщин Чаще Более выраженная Мотивация Женщины Более целеустремлённые Если она пришла И поставила себе цель Взяла Действительно Тренера Не просто Сама по себе С тренером Стренером Будет рацион Вы можете Об этом Чуть подробнее Сказать Например Если женщине Там 30 40 50 60 На чём Нужно делать Упор Во-первых Чтобы сохранить Здоровье Ну и Оставаться В этой форме Спасибо Звоночек Хороший вопрос Можно ответить Наверное Как Краткое содержание Войны и мира Ну На самом деле Здесь Сказать Что Вот В 30 Нужно Вот такое питание А в 40 Нужно Вот такое питание Я бы Наверное Не смогла Всё зависит Конечно От активности Человека От его образа Жизни Вот То есть Обязательно Нужно Уделять внимание Качеству Калорий Которые Поступают То есть Я Например Вообще не сторонник Вот этой Вообще Теории Калорийности Что нужно питаться На 1500 килокалорий Всем Я тоже кстати Да Нет Не всем И не нужно Калории шоколадки И калории с говядиной Они абсолютно По-разному работают Поэтому Здесь нужно Всё-таки Ориентироваться Именно на то Чтобы дать Своему организму То, что ему необходимо А что это? Это строительный материал Да Это белок Это витамины Это Определённое количество Жира Растительного и животного И не переесть Углеводов Самая большая проблема В том, что Большинство Из нас Из нашего общества Переедают углеводы Вот и всё Когда человек Трезво оценивает Это В общем-то Проблем никаких Не возникает А мне хочется сказать Что, знаете В 30 Конечно, да Если 30-40 В 30 можно веселиться Ещё Ещё можно веселиться В 40 уже нужно задуматься Вот В 50 уже смотреть Действительно Вводить Как можно больше белка Потому что мы уже теряем С каждым годом Всё больше и больше Но опять же Не нужно себя ограничивать Хочется вам пироженку Ну время-то 2 часа Ну съели, надеюсь, маленькую Да, кайфанули Жизнь прекрасна Идём дальше в зал По поводу спорта Хочу сказать Что сейчас Разновидность занятий Очень большая И именно как раз И по возрасту То есть нужно подбирать Себе тоже Если вам уже За 60 Есть такие занятия Куда можно прийти Там именно Сделан акцент На суставы Чтобы не травмировать То есть, да И опять же Ещё немаловажный момент Если вам уже за 30 Ну вводите Всякие витамины Потому что В продуктах их нет И они нам очень полезны И омега Ну вот всё Вот просто набор Берите Заказывайте И кушайте На завтрак А у нас есть ещё звонок В студии Алло, здравствуйте Здравствуйте Уважаемые гости Вот хочется Спросить Такой вот момент Я очень часто вижу Когда люди Активно занимаются спортом Которым уже 40 за 40 И так далее И пытаются себя Вогнать И вгоняют В те ровно самые стандарты Какие у них были В 20 лет Но лично На мой взгляд Это не всегда красиво выглядит Потому что ну просто кожа уже не та То есть И То есть это не очень эстетично На мой взгляд Вот согласны ли вы с тем Что Вот говорят Что всё-таки Когда за 40 Какой-то жирок должен быть Ибо Ну Невозможно выглядеть Когда тебе 40-50 лет В тех же кондициях Когда Как тебе 20 лет Именно с точки зрения эстетики Спасибо большое Спасибо за звонок Мне кажется Можно выглядеть И в 40 Как в 20 По объёмам Да Единственное Что мы не можем Конкурировать с кожей Это понятно Это будет глупо Если мы сейчас будем говорить Вот нам 40 А у нас Мы хотим кожу Как в 20 Нет такого не будет Но Фигура и форма Я здесь не согласна Можно Держать свой вес На протяжении Всей жизни И у меня очень много знакомых И девчонок И мужчин Которые действительно выглядят И в 20 так выглядели И в 40 Вот мой вес На протяжении 20 лет Он не меняется Ну там гуляет конечно Килограмм полтора Да Они без греха мы все Но 20 лет Я в одном и том же весе Вот здесь абсолютно согласна С Александрой Очень важно всё-таки Чтобы вес оставался стабильным Потому что вот эти качели Нет ничего хуже Как для мужчин Так и для женщин Когда вот у этого человека Плюс 20 Минус 20 Плюс 30 Сложно будет Конечно Ну плюс 20 Это нужно долго трудиться Чтобы их на них Вы знаете нормально Да Новогодние праздники прибавляют Вот И здесь С каждым разом ещё сложнее Конечно Конечно И здесь важно действительно Если у человека вес стабильный Если качество тела у него С точки зрения Например Биомпедансного анализа Да Хорошее То есть у него достаточно мышц У него есть определённый процент жира Да Вот То Не важно сколько ему лет Да Это просто цифра Сейчас очень часто Ты видишь Как девчонки 20-летние Выглядят безобразно Хуже чем 40 И в то же время Ты видишь совершенно Невероятной красоты Стройности Ухоженности 50-летнюю женщину И ты никогда не дашь ей Её возраст Это просто наши установки Это просто какие-то Может быть социальные Такие вот Может быть даже предрассудки Да Что ты не должен В 50 лет Выглядеть на 20 Должен Если ты хочешь Должен должен, да Если ты хочешь Все установки И ограничения в голове И тем не менее Это довольно-таки Серьёзная и тяжёлая работа Так выглядеть Это серьёзный Ежедневный труд Который всё-таки Вознаграждается И который лучше начать Раньше Конечно Для тела Это показатель Да того Что ты делал Я вообще советую Ну вот так вот Если честно Можно Если у вас хорошая Фигура Ну вот досталась По наследству Бывает Повезло Ну вот до 25 Вообще можно веселиться Развлекаться Веселиться Но с 25 Уже нужно посещать Спортивный зал Косметолога Диетолога Если нужно То уже всё Ну как бы мы Пока молоды Мы можем себе позволить Беззаботную Весёлую жизнь Это называется Компенсаторная Возможность организма Которая в молодом возрасте Действительно хорошая С 25 Пожалуйста Уже начинайте заниматься собой И тогда В 40 В 50 Вам не нужно будет Там с кем-то себя сравнивать Вы будете ещё лучше Чем были в 25 Поверьте мне Дарина К вам вопрос Вот для вас Да У вас процесс похудения Где-то что-то согрешили Да Весь с едой Ничего вообще Чётко Меня вот настолько Это замотивировало Я как вот в состав шла Я вообще прям Ну всё равно же Может быть какая-то Прибавка Да Всё равно в весе Как вот она Психологически Психологически Мне даже не хотелось Я не то что себя там У меня запретка Я два месяца Да было тяжело Первые два Но потом Мне этого не хотелось У меня уже был режим Я понимала Какую цель я хочу Чего я хочу И мне не надо было Потом В дальнейшем Я уже Более вникла В правильное питание Что есть у каждого Человек колораж Ну даже исходя из роста Индивидуальной потребности Конечно Всё это есть И туда можно писать Даже плюшку Если ты её отработала Нигде она не отложится Если ты её отпахала Как следует То есть ну И потом уже более спокойно К этому относилась Конечно поначалу Я смотрела на своих знакомых Говорила Фу Как вы это едите Это не пп Конечно у меня были Такие бзиги Со мной люди не хотели Откаться У всех на первой стадии Всегда это бывает Потом отпускают Ничего Мы сейчас прервёмся На короткую рекламу После вернёмся Мы продолжаем наш разговор Мы обсуждали сегодня На протяжении программы Как правильно худеть А главное безопасно Что делать нужно Что не нужно Итак Мы подытожим наш разговор Хотелось бы Услышать советы Нашим телезрителям Вот Янина Вы как врач Диетолог Что бы вы посоветовали Тем, кто начинает худеть Или тем, кто собирается Ну я бы посоветовала Всё-таки Обращаться к профессионалам То есть Мало кому Приходит в голову Лезть за пассатижами Если заболел зуб Да И вот самостоятельно Себе этот зуб Выдёргивать Вот Мало кто Подходит К зеркалу И отстригает себе Волосы Вот Идут к парикмахеру Точно так же И здесь Очень много Подводных камней Которые могут Помешать вам На этом Замечательном пути Потому что Действительно Следить За своим Рационом Подходить к питанию Осознанно Это очень важно Это очень Нужно Это даёт нам Нашему телу Возможность Оптимального Функционирования Это даёт нам Возможность Не допустить Развития Огромного количества Заболеваний Вот этих болезней Цивилизации Поэтому Придите к диетологу Разработайте Рацион Поймите Что вам Наконец нужно Потому что Сейчас в этом Обиле информации Разобраться Очень сложно И мне действительно Жалко людей Которые бросаются Во все тяжкие В одну диету В другую диету Все бросают Разочаровываются Вот Просто действительно Каждый человек Учился Определённым Навыкам Вот Поэтому Мне кажется Что самый простой Способ похудеть Это Прийти к диетологу И узнать как Александра Мне хочется Посоветовать Посоветовать Жителям нашего города И не только Нашего города Научиться Брать ответственность За себя В первую очередь За себя За своё здоровье За своё тело Если вам что-то Не нравится Ставьте цель Действительно Идите к специалистам Не надо Никаких диет Я просто умоляю Не надо Потому что Это отразится На здоровье Так Что вы будете Потом Лечиться Бегать И не факт Что это Можно поправить Ставьте цель Идите к ним Ищите людей Которые помогут Которые будут вас Мотивировать Приходите к лучшим Потому что Если вы будете С лучшими Результат Будет Быстрей Дарина Вы как человек Прошедший Эту Всю Этот путь Да Вот эти все Все моменты Как бы вы Мотивировали Да Те кто На отсмотр Да И наверняка Уже Может быть Даже не один год Собирается Взяться Главное Понять Действительно Ли ты этого Хочешь Гораз Ли ты Работать Над этим Всегда Потому что Многие думают Что это Вот я сейчас Похудею И все Мне больше Никогда Ничего Не придется Делать Что это Работа Навсегда Действительно Понять Для кого Ты это Делаешь Что ты В первую очередь Ты делаешь Для себя Не для мужа Не для общества Кому Что-то доказать Потому что Тогда ты будешь Лучше сохранять результат Потому что Когда ты не опрадываешь Чужие надежды Часто бывает Что похудели Отношения Все равно В семье Как-то не сложились И в итоге Увы Поэтому надо понять Для чего А дальше уже Ну и конечно Начать Можно во все тяжкие Пуститься Пойти к диетологу Нанять тренера Не у всех Бывает такая возможность Хорошо Начните с малого Подчистите свой рацион Начните больше ходить Ходьба еще Никому не навредила Как бы Если откажетесь От Независимо От веса Съесть всегда Пить воду Отказаться от сладких напитков Сахар можно убрать Исключить Отдать предпочтение Ржаному хлебу Ну к примеру Не батон Там вот все-таки Лучше состав И качество Хлеб выбирать Если так Начать С питания Немножечко почистили Сделали первый шаг Навстречу Это блин Даст свои плоды Очень быстро Через неделю Уже будет Замечен эффект Вот такие полезные советы От наших специалистов Худеть или нет Это уже безусловно Решает каждый сам А гостями в нашей студии Сегодня были Это человек Который знает о спорте Все Александр Николаева Врач-диетолог Эндокринолог Медицинского центра На здоровье Енина Лемешко Спасибо за внимание И человек Который испытал Все прелести Похудения на себе Что называется На своей шкуре Прошел этот процесс Знает все моменты Это Дарина Цыганова Тверской блогер Спасибо, что пригласили Спасибо большое за внимание Оставайтесь на телеканале Всего доброго Меня зовут Валерия Королева Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...